Сегодня я дам задание своим подписчикам, чтобы они нарисовали на этих холстах место, куда хотят отправиться на отдых. Например, пират, может, хотел на море или не хотел? Хотел на море? Билет на море. Ладно, всё-таки он хочет на море. А вот этот хомяк, допустим, может, хотел слетать в какую-то там Австралию. Начинайте рисовать свои рисуночки. Когда они закончат, мы будем оценивать их постройки. И тот, кто наберёт меньше всех очков, будет выразительно читать стихотворение. У коморья тупый зелёный. Уже прошло 10 минут, и мы посмотрим, что вы нарисовали. Начнём с этого. Куда ты хочешь отправиться на отдых? Лес. В лес? Мики живут в лесе. Ой, в лесе. В лесу. Давай, рассказывай, что ты изобразил на этом порте... Подожди. Короче, картине. Изобразил я тут лес, полянку. И чёрную точку, кто-то мне нарисовал. И изобразил солнце, и облака. Адна, молодец. Ну, мы пока не видели остальных рисунков, сейчас посмотрим. Можно, пожалуйста, к моему брату пойти? Ооо, у тебя картина очень красивая. Я на данном рисунке изобразил горы. Здесь пробегают ручей между деревьев. А вдали видно горы, облака и солнце. Значит, ты хочешь на горы? Да, очень хочу. Я не думал, что хомяки любят горы, но рисунок довольно красивенький. Рядом с тобой тут у нас пингвин. Можно я не буду читать стихотворение? Сказать. Ну, расскажи, что ты нарисовал. Ну, ты запрошён пингвин на льде, который не лёд и не льде. В итоге, тут пингвин. Чё? Как этот пингвин летает? Что? Я сам не знаю. Ты тут что-то крутое нарисовал. Там остров. Вдали мой корабль, его не видно. Он настолько мелкий, что съелся с горизонтом. Это? Пальма, остров. И там можно высадиться, развести костёр и посидеть. Пират, ты хочешь стать пиратом? Чёрт побери, да. Ёху-ху. Нет, плохо это всё. Я хочу захватить этот остров, построить на нём дом. В принципе, логично. Дшшш. Здесь ночное небо, в котором летают летучие мыши. И тут пещера, в которой живёт динозавр. Я всё же думаю, что это не динозавр. Я хочу исследовать пещеры. Необычное решение. И остался последний рисунок джентльмена. Значит, я всю свою жизнь, с самого рождения, хотел поехать на танк и поливок. Ты хочешь ехать на танке, и это твой отдых? Нет. Хорошо. И, в общем, это все рисунки, которые вы нарисовали. А теперь хотите узнать, для чего вы всё время рисовали эти рисунки? Да, хотим. Чтобы не говорить в конце стихотворения. Вам сейчас надо будет построить то, что вы нарисовали. То есть, вот ты нарисовал горы, ты построишь горы. Эти квадратики я специально построил для вас, чтобы вы на них построили мини-пейзажи. Начинайте. Время вышло. И давайте посмотрим и оценим, что вы построили. Хомяк, который нарисовал горы, который хотел пойти в горы, и который построил горы. Что ты можешь сказать? Моя мечта сбылась, и я смог пойти в горы. А, вот. И всё? Здесь вот такие вот красивые деревья. Речка. И сама гора. А ещё самое крутое, что здесь есть, это маленький я. А там сзади какой-то другой человек. Давайте оценим этот горы. Ну, я поставлю... Да что мне ставить? Я всё время только 10 могу поставить. Я ставлю 9 из 10. Ты своему брату 10 пожалел? Ладно, поставлю 10. Не расстраивайся. Эти горы набрали 57 очков из 60. Это очень много. Теперь мы посмотрим вот этот остров посреди океана, который построил пират в шапке. Я на море. Холодно на море. Билеты закончились, сейчас никакого моря. Ещё могу сказать об этой постройке. Море, закат, лежишь, кайфуешь, загораешь. Всё точно так же, как на этом пейзаже. Подойди-ка сюда, посмотри. Это похоже на тот случай, когда этот... Хочешь сделать крутую фотку для друзей, такой построил небольшую сценку, освещение. Такой, опа, я на море жёсткий. А тут вокруг вот это всё. В общем, постанова. Сам ты постанова, нормальное море, настоящее. Знаешь, с нашим бюджетом ограниченным, то такое только и можно построить. А настоящее море не видать. Как сказал пират, здесь, короче, море, закат, остров и пальма. А ещё этот хомяк, который здесь отдыхает. Ладно, я ставлю свою оценку. 58 баллов. Чё? Кто-то посчитал. Ну, посчитал. Давай-ка я посчитаю. Пират, у тебя 58 очков, и пока что ты обгоняешь вон ту гору на 1 очко. Молчание. Знак пирата. И, наконец-таки, мы пойдём к пингвину. Вот у меня таркида, это айсберг. Ну, реально, это какой-то маленький айсберг, если честно. Не, ну, если вам что-то не нравится, ну, в принципе, я могу и, типа, ну, другое показать. Облака? Да. Кстати, облака на этот раз из угля. Всё, плывёт Титаник. А, Титаник. Ночь включите опять. Мы Титаник снимаем вообще-то. Бах, бах, бах. Хомяк съел Титаник. Трум-трум-трум-трум-трум-трум-трум-трум-трум-трум-трум-трум-трум. Бах-бах. Буль-буль-буль-буль-буль. Всё. Самая лучшая, сучка, как вон. Какой бюджет был интересен на этот фильм? Ноль. Один рубль в год. Я ставлю 10 из 10 за такой... За такой крутой фильм. У тебя 43 с половиной очков. И пока что это самый меньший балл. Теперь мы приходим к самому маленькому хомяку-малышу, который построил лес, в котором хочет жить под дождём. Ну ладно. А тут почему-то Титаники? Они пришли мстить за то, что ты их затопил. Это личный бассейн с Титаниками. Личный бассейн с Титаниками? Вот что было на рисунке. Два дерева и полянка. А тут уже... Раз, два, три. Четыре дерева. И две полянки. И есть ещё мой дом. Вот он. Камушек. Я в нём живу, питаюсь и играю. А это мой брат. Он в другом доме живёт, потому что этот этап стал велик. Ты мечтаешь пойти в лес, где есть твой дом и бассейн с личными Титаниками? Титаники я не мечтаю. А есть деревья из Лимберт Тайкон 2. Орбит, сколько тебе поставить? Десять или десять? Ну, давайте десять. Или нет? Нет, давайте лучше десять. Есть пятьдесят два очка. Это очень мало, но немало. Остались только две постройки. Если они не наберут меньше, чем Гвин, тогда ему придётся читать стихотворение. Гвин, на меня ответственность положит. Смотри, это пещера, в которой затонул древний город. Мне кажется, там затонул древний хомяк, которого надо оттуда вытащить. Хомяк, покиньте помещение. Здесь очень темно и очень атмосферно. Тут даже внутри есть туман. Это выглядит очень красиво. Я бы тоже в такую пещеру бы сходил. Здесь льётся вода из потолка. Есть кристаллы зелёного цвета. И сам затонувший город хомяков. Хомякоградка. Да. А, я тону. Потому что тут подымается ещё. Какой-то огромный дом. Он вылазит из горы. Всё понятно. Ты мечтаешь пойти в гору, в которой ты найдёшь древний заброшенный город хомяков, который сломает гору и вылезет наружу. И всё. Хомяки ставят 10. Слишком круто. 10, 20, 30, 40, 50. Стоп, подождите. 60 из 60. И эта гора набрала максимальный балл. И хомяки просто в шоке, что они отдали победу какой-то башне. Достойно пишут. Я люблю пещеры. Надо было вам всем пещеры нарисовать, чтобы вы все победили. Ну и осталась последняя постройка. Это... Это самая, наверное, странная мечта, которую я видел. Отдыхать на танке в лесу. Ещё с такими хомяками. Пью-пау. Эй, ты не стреляй, пожалуйста. Как ты собираешься отдыхать на танке? Это очень интересно. На танковом полигоне. На танковом полигоне? Я уже вставлю 10 моментально. Ну, я тоже поставлю 10 за компанию. 10.59 очков. Ну, получается, что у пингвинов всего лишь 34,5 очка. А это меньше всех. Так что, пингвин, сейчас я тебе скину текст. Ты будешь его читать. Спасибо большое, огромное спасибо. Очень тебя обожаю. Самый лучший. Ничего сказать больше не могу. У лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе том. И днём и ночью год учёный, всё ходит под себе кругом. Идёт направо, петь завоет. Налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных дверей. Избышка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и долы, видень неполный. Там озаре прихнуло волны. На берег песчаный и пустой. И тридцать вятезей прекрасных. Чередой из вод выходят ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грузой царя. Там в облаках перед народом. Через леса, через моря. Колдун несёт богатыря. А в темницах танца ревна тужит. А бурый волк ей верно служит. Я прочитал. О, молодец. Я слишком много скинул. Спасибо Орбиту за супражёсткое выступление перед публикой и его подставки в виде жёсткого этого. Спасибо, брат. Давайте закончим видео на том, что мы улетим из заката на Мамонтах. О, давай. На этом видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Наберите 100 тысяч лайков в новое видео. И вот другой крутой ролик. Всем пока. Всё, видео закончилось? Нет. Орбит перестал быть хомяком и стал спецназом.